Рад приветствовать вас, друзья! Вы находитесь на канале Закат Империи Зла. С вами Илья. Рассмотрим сегодня путинские противоречия. Продолжение следует... Живут бомжей. Где у нас, видите? У нас, наоборот, чаще стало. Бомжей меньше. Куда-то подевались. Где? У меня душа говорит, что у тебя не будет рублей пять. Субтитры делал DimaTorzok Деды воевали, блядь. Закатим за Сталина, блядь, за дедом. За Родину, блядь, за Сталина. Закатим за дедом. Дед воевал, блядь. Мамка воевал. Ура! Путин! Путин президент мира! Ура! За дедом, блядь, за Сталина. За дедом. Закатим за Сталина. Закатим, блядь, за дедом. Закатим за дедом. Ура! Деды воевали, блядь. Закатим за Сталина, блядь, за дедом. За Родину, блядь, за Сталина. Закатим за дедом. Дед воевал, блядь. Мамка воевал. Путин! Путин президент мира! Ура! За дедом, блядь, за Сталина. Закатим за Сталина. Закатим, блядь, за дедом. За дедом. Деды воевали, блядь. Закатим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немедленно смена власти должна быть. С этой властью ничего не сделаешь. Власть создала олигархов, она служит олигархам. Больше она ни на что не способна. Я считаю, Навальный не только нужен, он необходим. И не один их много. У нас же совершенно нет оппозиции. Это разве оппозиция? Там Зюганов, Миронов, Жириновский. Они полностью 27 лет болтаются в Думе. Они уже получают там зарплату. Ну какая это оппозиция? Оппозиция должна Навальный. Если не будет в стране оппозиции, это ничего в стране хорошего не будет. Телевидение работает, радио работает. Прессы нет абсолютно. Ведь даже сейчас критика на выборах запрещена. Это где было, в каком государстве? А если критика скажет, легко сделают, что это клювы-то. День Победы обойдется Москве в 855,4 миллиона рублей. 417,4 миллиона уйдет на разгон облаков. 157,2 на техническое обеспечение, парады и перевозку военнослужащих. 61,9 на украшение Красной площади и салют. Может быть, стоило бы раздать эти деньги ветеранам? В то же самое время в России ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей. А в Казахстане по 140 тысяч. Это ли не противоречие? Великая страна и такие невеликие дороги. Такие невеликие дома. А высказывания Еба Мизулиной, сенатора, насчет свободы слова. Это не противоречие. И по большому счету запрет, это и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, вот, депутаты только запрещают. Это ложное, совершенно ложное, ошибочное представление. Запрет, это как раз и есть там, где человек свободен. Потому что он говорит, это нельзя, а все остальное, как хочешь. Ты свободен в своем выборе. А что такое право? Да это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее свободы. Ты должен заполнить бумажки, их куда-то отправить, отнести, идти в суд. То есть это целая гамма действий. И ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому чем больше прав, не надо к этому стремиться, к регулированию только правами, тем больше несвободы. С каждым днем, скорее даже с каждым дном, мы все больше приближаемся к Северной Корее. Наша жизнь похожа на сказку Чаполина, на произведение Оруэлла. Средние доходы в месяц у депутатов Госдумы 1 миллион 884 тысячи рублей, у сенаторов 2 миллиона 826 тысяч рублей, у министров 4 миллиона 821 тысячи рублей. Для россиян эти люди установили прожиточный минимум в 11 тысяч 653 рубля, минимальную зарплату в 12 тысяч 792 рубля и среднюю пенсию в 13 тысяч 345 рублей. А мы все терпим. Я вызывала вас. Вы должны будете провести через суд наше новое распоряжение, что не только земля, но и воздух являются нашей собственностью. Поэтому все, кто дышит, должны платить нам деньги за аренду воздуха. С вашего разрешения я бы добавил еще такой абзац. Вышеупомянутые граждане повинны вносить арендную плату за все виды сырости. Чудесно. Это значит и иний, и роса. А сумма получается внушительная. Тут ужасающий запах лука. Что скажет его высочество? Можно обрызгать бедняков духами. Целико? Сделаем. А ну быстрее, быстрее. Что такое? Зачем? Не рассуждать. Леди веселей. Зачем веселей? Опять веселей? Как в парикмахерской? Ты рестаньте обливать детей, лишать нечем. Как вы думаете, мой народ очень любит меня? Обожает. Как вы думаете, мой народ достойный? Нет, вашего сочетания. Не достойный. Возлюбленный наши подданные. Принц Лимон, его высочество, благодарит вас за выражение преданности и за тем сердцем пеньки, которыми вы награждаете. Сиданья, три минуты. Тебя засадили вместе ворами и бандитами. Как это может быть? Что ты? Что ты, сынок? Да в тюрьме это ведь полным-полно честных людей. И вообще, хороших-то людей вокруг больше. Так что же они сделали? Ровно ничего, сынок. Вот за это их и посадили. Принцу Лимону порядочные люди не понутру. Тюрьма построена для тех, кто ворует и убивает. А у принца Лимона все наоборот. Воры и убийцы у него во дворце. В тюрьме сидят. Честные люди. Малышковые войска. Где-то умудрились и вовсе из детей соорудить инсталляцию военных наугробий. И в этом пьяно-голодном угаре гордые лапотники не могут себе задать даже самых простейших вопросов. Ну, например, когда экономика побежденного государства вышла на довоенный уровень производства? Как вы думаете, в 1951-м, через 6 лет после капитуляции, а население победителей продолжает, развесив уши, слушать про лихие 90-е их последствия? Настоящая победа – это победа малой крови. Можем ли мы сказать о той ужасной войне, что она была именно так одержана? Нет. Она забрала моих троих родственников. Один дошел, кстати, до Берлина. И мне больно и горько, что они отдавали свои жизни за то, чтобы в итоге во главе этой страны встала шпана подзаборная, возглавив сошедшее массово с ума голозадое население, которое, лежа в своей блевоте, пытается что-то повторить. Итак, роднуки мои, с великим праздником 9 мая. Этот день не забудет никто и никогда. Этот день шли наши деды, прадеды, и мы ради них только и живем. Так что всего, всех праздников мы никогда не забудем. Никто нас не забудет. Желаю вам целого наилучшего. Еще, еще, только... Да. Если что-то начнется, если что-то начнется, я пойду на победного. Со своими дедами, прадедами, я своего деда помню. Хожу в его до сих пор в трешках. Так что безумный паспорт всегда с вами. Если бы не деды наши, нас бы не было бы на этом свете. Короче, мирного неба над головой, девчонки, держитесь, короче. Если что, короче, ищите себе парней хороших. Давайте, короче, если что, я вам помогу. Ура! Ура! В одной песне, посвященной этому печальному поводу, есть слова о том, что этот праздник порохом пропах. Ну, время прошло, запах пороха выветрился, а нынешнее помешательство отдает пряной вонью застанных питерских подворотин. И ни с чем вас не поздравляю, потому что мы, увы, ну, проиграли. Закатим, блядь, за дедом! За дедом! Ой, это! Ура! Деды воевали, блядь, закатим за Сталина, блядь, за дедом! За Родину, блядь, за Сталина! Закатим за дедом! Дед воевал, блядь, бабка воевал! Путин, Путин президент мира! Ура! Закатим, блядь, за Сталина! Закатим за Сталина! Закатим, блядь, за дедом! За дедом! И ты воевали, блядь, накатим за Сталина, блядь, за дедом! За Родину, блядь, за Сталина. Закатим за дедом. Дед воевал, блядь, мамка воевал. Путин, Путин президент мира. Ура! За дедом, блядь, за Сталина. За дедом закатим за Сталина. Не пройдем Россию скупать.